Снип, снап, 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 снуре, пуре. Базилюра. Разные люди бывают на свете. Сапожники, шапочники, кузнецы, школьники, аптекари. А я вот сказочник. И все мы, и кузнецы, и повара, и сапожники, и сказочники, все мы работы, все мы люди нужные, необходимые. Не будь, например, меня сказочника, никто никогда не узнал бы, что случилось с одним фарфоровым трубочистом. Или с мальчиком по имени Кей, который... Но... Молчание. Сегодня будет сказка о снежной королеве. Это сказка и веселая, и грустная. Да, и грустная, и веселая. В ней будут участвовать мальчик и девочка. Мои ученики. Это Кей. Он умеет не только шалить. Он знает сложение, вычитание, умножение, деление и даже дроби. А это Герда. Она очень хвабрая девочка. Правда, она боится любушек, а больше ничего на свете. Как много сказок я знаю. Но мне прискучило все рассказывать, да рассказывать. Сегодня я буду показывать сказку. И сам буду принимать участие во всех приключениях. Как же это так? Моя сказка, и я в ней полный хозяин. Советника я, пожалуй, вызову на дуэль. Я проткну его шпагой. Как хорошо, что я вооружен. Ведь мне предстоит встреча с разбойниками. Правда, он не стреляет. Но это тоже хорошо. Потому что я терпеть не могу шума в сказках. Ну, как будто можно и начинать. Снип. Снап. Снуре. Урре. Базилюре. Снуре. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Диму! 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 Я посажу ее на горячую печь, и она сразу растает. Спокойно, дети. Сейчас я зажгу лампу. Простите, сударыня, мы не видели, как вы вошли. Я стучала, но мне никто не ответил. Окно разбилось. Сейчас я заложу его подушкой. Меня это нисколько не беспокоит. Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить вам, сударыня? Я пришла сюда за этим мальчиком. Я не понимаю вас, сударыня. Я одинока и богата, а вам при вашей бедности, конечно, трудно содержать приемыша. Я не приемыш! Он говорит правду, сударыня. Ему и года не было, когда умерли его родители. Он вырос у меня на руках. Он мне такой же родной, как моя единственная внучка. Эти чувства делают вам честь. Но ведь вы старые и можете умереть. Бабушка не может умереть. Помолчи, девочка. Соглашайтесь, хозяйка. Я навсегда обеспечу этого мальчика. То, что я предлагаю, выгодно нам всем. Бабушка, дорогая, не отдавай меня. Я умру, если она возьмет меня к себе. Бабушка, ну вот честное слово, не отдавай его. Да что вы, дети, я никому и ни за что не отдам нашего Кея. Вы слышите? Не надо так спешить. Подумай, Кей. Ты будешь жить во дворце. Сотни верных слуг будут повиноваться каждому твоему слову. Там не будет бабушки. Там не будет герды. Я не пойду к вам. Не упрямься, Кей. Подумай. Не уйду я отсюда. В последний раз спрашиваю тебя, Кей. Останешься ли ты в этой жалкой конуре или уедешь со мной в мой дворец? Я останусь тут. Вот вам. Молодец. Будь по-твоему, Кей. Но ты хоть поцелуй меня на прощанье. Ну что же, Кей, ты боишься? Вот не думала, что ты трус. Я не трус. Прощайте. До свидания, господа. До скорого свидания, мальчик. До скорого свидания, мальчики. Орик, кроме России. Какой ужас. Это и без Double d' punk в риме. Наads поднимание в заново сказал вognер которые он lij Она протянула руку, и холод пронизывал меня с головы до ног. И отнимался язык, и... Смотрите, как смешно. Наши розы вянут. Вянут. Какие они стали безобразные. Гадкие. Розы погибли. Ах, какое несчастье. Смотрите, вот потеха. Как смешно бабушка переваливается на ходу. Это прямо утка, а не бабушка. Перестань таращить на меня глаза, Герда. Кей, я не узнаю тебя. Скажите, пожалуйста. Я из-за них остался в этой конуре. И не поехал во дворец, где множество слуг. Они ворчат еще. Спать. Спать. Уже поздно, живоспачка. А я прежде хочу узнать, что с ним сделать. А я пойду спать. Какая ты некрасивая, когда плачешь. Спать. 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 Вы знаете, что с Кейем? Его поцеловала снежная королева. А у человека, которого она поцелует, сердце застывает. И превращается в кусок льда. И теперь у нашего Кея ледяное сердце. Ничего, ничего. Мы отогреем его. Ведь мы так любим Кея. Я уверена, что завтра же, к вечеру, он станет таким же добрым и веселым, как всегда. КОНЕЦ 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 Окей, попробуй, догони-ка. Подождите! Продолжение следует... КОНЕЦ 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 Доброе утро, госпожа чердильница. Здравствуйте, господин домовой. Ох, как жалко мою соседку. Бабушку жалко. Пропал, кей. А я не могу. А теперь Герда ушла искать его. Быть беде, быть беде. И куда же это их носит? Да, господин домовой, это ужас. Я совсем высохну от огорчения. А пока есть еще во мне чернила, я все плачу и плачу. А лесом, то лугом опять и опять Пропавшего друга иду я искать. А цветы мне кивают при ветре во вслед, И я собираю для кенья букет. А бабушка плачет, наверное, сейчас, И даже не прячет заплаканных глаз. Далеко за снегами, за белой кургой, Потерянный нами наш кей дорогой. На горные кручи ползут облака. Дорога сквозь тучи не очень легко, Но идти я готова хоть тысячу дней, Чтоб с нами был снова по-прежнему кей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Простите, барышня, Вы не швырнете в меня камнем? Уж того, сударь, конечно, нет. Ура, ура, это приятно слышать. А палкой Вы не швырнете? Что Вы, сударь? А кирпичом? Никогда, сударь. Разрешите поблагодарить Вас И выразить Вам признательность. Красиво я говорю. Очень, сударь. Хо-хо-хо! Я знаю редкие слова. Кибернатика. Торшар. Это от того, что я вырос в парке королевского дворца. Я почти придворный ворон. А моя невеста настоящая придворная ворона. Она питается обедками королевской кухни. Вы, вероятно, не здешняя? Нет. Я пришла издалека. Вы чем-то огорчены. Расскажите, я добрый ворон. Торшар. А вдруг я Вам помогу? Клара, Клара. Крау, Крау. Ты сейчас раскроешь клюв от удивления, Клара. Эту девочку зовут Герда Герда Наша родственница Сорока ужасная сплетница Она все новости приносит нам на хвосте Она рассказала вашу историю Кларва, это еще не все Я предполагаю, что жених принцессы это и есть Кей Что вы, ведь Кей простой мальчик, а не принц Но ведь жених принцессы совсем недавно тоже был простым мальчиком Принцесса выбрала его только за то, что он очень храбро разговаривал с ней А как зовут вашего принца? Его зовут Ваше Высочество Я пойду во дворец и поговорю с принцем Если это Кей Я попрошу его написать записку бабушке Что он жив и здоров И уйду домой Я боюсь, что вас не пустят во дворец Что же делать? Что же делать? Вы храбрая девочка, Герда Я боюсь лягушек А больше ничего на свете Хорошо. Мы сейчас спрячем вас на чердаке, а ночью проберемся во дворец. Возьмите меня за лапки и держитесь крепко-крепко. Держитесь правой стороны. Не приступайте к черту. А зачем проведена эта черта? Король подарил своей дочери и ее жениху полцарства. И все апартаменты дворца государь тоже аккуратно разделил пополам. Правая сторона принца и принцессы, а левая королевская. Нам благоразумнее держаться правой стороны. Вперед! Что это? Это просто сны придворных дам. Им снится, что они на балу. А это что? А это сны придворных кавалеров. Им снится, что они на охоте. Субтитры создавал DimaTorzok А это кто? А это сны узников, заключенных в подземелье. Им снится, что они разрывают свои цепи и выходят на свободу. А это что такое? Не понимаю. Давайте спрячемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Довольно. Надоело играть в лошадки. Давай играть в прятки? Давай. Считай до ста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как ты попала сюда, девочка? Почему ты пряталась? Ах, принц, я увидела вас и заплакала. А я очень люблю плакать при всех. Я вовсе не плакала. Ну, что вы тут стоите? Да, что вы тут стоите? Слышали, кажется, девочка не любит плакать при всех. Поставьте подсвечник и уходите. Почему ты заплакала, увидев меня? Отвечай же. Я ведь такой же простой мальчик, как и ты. Ну, Эльза, да поговори же ты с ней ласково. Любезная и поданная. Зачем ты говоришь по-королевски? Тут же все свои. Прости, а нечаянно. Девочка миленькая, расскажи мне, что с тобой? Почему ты плачешь? Я плачу потому, что вы вовсе дикий. Конечно, нет. Меня зовут Клаус. Но почему это так огорчает тебя? Я угадала, почему. Помнишь, Клаус, я тебе рассказывала историю Герды и Кеи, которую я услышала от вороны. Тебя зовут Герда, девочка. Да. Эльза, мы должны сделать что-нибудь для Герды. Думай. Думаю. Думаю, думаю, думаю. Придумала. Давай, пожалуй, имей голубую ленту через плечо и подвязки с мячами, бантиками и колокольчиками. Глупости. Герда, куда ты собираешься теперь идти? На север. Я боюсь, что Киеву несла она. Снежная королева. Хорошо. Я знаю, что надо делать. Вороны, идите в конюшню и прикажите от моего имени заложить четверку вороных коней в дорожную карету. В золотую. Нет, нет. Зачем же в золотую? Зачем же в золотую? Она тяжелая, едет медленно. Ну и пусть медленно, зато шикарно. Ладно. Шикарно. Ладно, в золотую. Герда, садись и жди нас. Мы пойдем в гардеробную, принесем тебе муфту, шапку и шубу. Пожалуйста, Герда, мне не жалко. У меня 489 шуб. Только не переходи на королевскую половину. А на наши тебя никто не посмеет тронуть. Правда, в полночь в этом зале часто бродит призрак моего предка, прапрапрадедушки Эрика Третьего Отчаянного. Он 300 лет тому назад зарезал свою тетю. И с тех пор никак не может успокоиться. Ну вот, его опять нет на месте. А если и появится, не обращай на него внимания. Эльза, за мной. Спасибо, Эльза. Спасибо, Клаус. Вы очень славные ребята. Полночь. Теперь еще вздумает явиться прапрапрадедушка. Что я тогда буду делать? Шагает. Ой, шагает. 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 Продолжение следует... 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 Стыдно, стыдно, Ваше Величество! Уши заткнуть и вон отсюда! Стыдно, король! Не болтай глупостей! Король имеет право быть коварным! А давай мои лыжи, дерзкая девчонка! Пожалуйста, от такого обманщика мне ничего не надо! Ступайте к своему хозяину! Ну и ладно! Хоть вошла бы в мое положение! Я прошу тебя, сдайся! Я должен, понимаешь, должен заточить тебя в подземелье! Зачем? В коммерции советник требует этого! Он здесь? Ну да! Он, оказывается, все время следил за тобой! Ну, согласись! Ты понимаешь, я этому советнику должен массу денег! Я у него в руках! Если я тебя не схвачу, он разорит меня! Он пригодит поставку льда, и мы остаемся без мороженого! Он пригодит поставку холодного оружия, и мои соседи разобьют меня! Я тебя очень прошу! Пойдем в темницу! Я сам тебе выберу местечко по суше! Нет! Король должен быть, а, холоден, как снег! Б, тверд, как лед! И С, быстро, как северный ветер! Почему девчонка еще не схвачена? А она на половине принцессы! Стор! Надо применить волевой метод! Вот и все! Нет! Это еще не все, советник! Отпустите девочку! Как вы попали сюда? Я переодевался до неузнаваемости и следил за каждым вашим шагом! Зовите стражу, государь! Не с места, король! Зовите стражу! Пистолет не выстрелит! Этот нескладный человек забыл насыпать на полку пороху! Не с места, король! А вдруг пистолет все-таки выстрелит? Король, пистолет не заряжен, слышите? А он говорит, что он заряжен! Ладно! Я сам справлюсь с этим непрошенным защитником! Грибле! Грабле! Бумс! Грибле! Граббумс! 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 Иди немедленно на половину короля! Иначе я убью этого мальчишку. Хорошо, я иду! Эй, дочь Клаус! Они хотят убить моего лучшего друга! Ух! Король подставил ему ножку. Ах, вот как! Ну, сейчас, государь, вы у меня свету не взвидите. Сейчас я начну капризничать. Ой, больше не буду, не буду, не буду. Карета подана! Карета подана! Молодцы! Жалую вам за это голубую ленту и эту самую. Я не буду наставку с мячами, бантиками и колокольчиками. Благодарим! Очень благодарны! Я догоню тебя, девочка! Ну, советник, не советую вам больше трогать нас. Я не нуждаюсь в ваших советах, сочинитель. Вы проиграли, советник. Игра еще не кончена, сочинитель. Наконец-то все угомонились. ПОДПИШИСЬ! 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 КОНЕЦ 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 Что вам нужно? Мне нужно видеть атамана разбойников, сударыня. Это я. Вы? Ну, что ж вы замолчали. С тех пор, как умер от простуды мой муж, прекрасный был человек. Дело в свои руки взяла я. И если вы обеспокоили меня по пустякам, то можете считать себя трупом. У меня к вам секретное дело. Пшалван! Ну? Я вам могу указать на великолепную добычу атаманша. Сейчас по дороге проедет золотая карета, запряженная четверкой коней из королевской конюшни. Карета в самом деле золотая? Да. И поэтому она едет тихо. Ведь золото тяжелая вещь. Кто в карете? Девчонка. Есть охрана? Нет. Только кучер и лакей. Какую долю добычи вы требуете? Только не запрашивайте. Пристрелю. Вы отдадите мне девочку. Это нищая девочка. Вам не дадут за нее выкупа. Ну ладно. Дежурный по шайке. Подзорную трубу. Не соврал. Золотая. Выходи! Готовь! В чем дело? Разве уже ночь, а? Какого черта? В лагере мертвый час. Вы помогите бездельникам! Выходи! Выходи! Снимай сапог, Гатик. Выходи! Красок! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, любезный друг, если вы обманули, если возле кареты нас ждет засада, то вам отсюда не уйти живым. Вздорово. Мы деловые люди. Мы прекрасно поладим друг с другом. Эй, новичок! Ты останешься здесь. Атамарша, возьмите меня с собой. В бою я зверь. А там не будет боя. Охраны нет. Куча херлакей да девчонка. Девчонка! Возьмите меня, Атамарша, и я ее закану. Зачем? С детства детей ненавижу. Ну, мало ли что. Останешься здесь. Следи за этим человеком. Если вздумает бежать, убей его. Но мне... Не возражать! А то уволишь с шайки по собственному желанию. По коням! Вперед! Давай! Помогу! КОНЕЦ 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 Поехали! 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 Эй, ты, незнакомец! Ты не обманул нас! Можешь забрать девчонку! Отпустите меня, милые разбойники! Я уйду потихоньку, как мышка! Вы даже не заметите! Ведь без меня погибнет скейт! Это очень хороший мальчик, поймите меня! Лучше вытерите меня за уши или отколотите, если вы такие злые. Ну, только отпустите. Неужели здесь нет никого, кто бы заступился за меня? Нет. Здесь есть дети? Здравствуй, дочь! Здравствуй, мать! Как поохотилась, дочь? Отлично, мать! А ты? Я ничего. Добыла золотую карету, четверку коней и маленькую девочку. Девочку! Девочку! Я беру девочку тебе! Протестую! Это еще что за старый сухарь! Мама, застрели-ка его! Ой! Не бойся, девочка. Пока я с тобой не поссорилась, никто тебя пальцем не тронет. Ну, идем мы со мной. Ура! Что это значит? Вы нарушаете наши условия, атаманша. Да. Если моя доченька взяла девчонку себе, я ничего не могу поделать. Я дочери ни в чем не отказываю. Детей надо баловать. Вот тогда из них вырастают настоящие разбойники. Ух ты, мордашка! Мне ужасно надоели разбойники. С ночи они грабят, а днем сонные, как мухи. Начнешь с ними играть, а они зацепают. Приходится их колоть ножом, чтобы они бегали. Ну, расскажи, откуда ты взялась? Выпрягать коней! Взять топоры! Разрубить карету! Поделить ее! Мама! Не спеши. Но ведь там будут дырять золото. Ты ничего не потеряешь, я заплачу тебе. Ух, какие у вас холодные руки! Я это чувствую даже через одежду. Я всю жизнь имел дело со льдом. Моя нормальная температура 33,2. Но слушай, ты должен будешь заколоть девчонку, пленницу. Сколько заплатишь? Не обижу. Тысячу талеров. Пятьсот. Тысячу. Семьсот. Тысячу и деньги вперед! Не хочешь прощать? Постой. На. Только сделай свое дело поскорей. Будьте покойны. Сегодня же ночью, как только Хайков едет на охоту, все будет сделано. Твоя история мне понравилась, Герда. Теперь даже если мы поссоримся, я никому не позволю тебя тронуться. Я сама тебя застрелю. А. 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 Идем! Поехали! Ну, твой дома! Давай сюда свою шубу, шапку, муфту, рукавички. Я их заберу себе. Ведь подруги должны делиться. Тебе что, жалко этих вещей? Нет, мне не жалко. Я просто боюсь, что очень замерз, когда пойду на север. За океем. Ты никуда не пойдешь. Вот еще глупости. Только что подружились, а вдруг уходить. Ты посмотри, как у меня интересно. Вот золото. Бери его сколько хочешь. Вот драгоценные камни. Возьми себе горсточку. А вот пистолеты. Ты можешь стрелять из них, у кого тебя угодно. А вот здесь живет мой любимый северный олень. Он умеет разговаривать. Покажи мне его. Крятится. Боится. Я каждый вечер щекочу ему шею острым ножом. Он при этом так уморительно дрожит. Эй, ты! Иди сюда! Живо! Не надо! Почему? Ведь это так весело! Я хочу поговорить с ним. Можно? Говори. Олень, ты знаешь, где страна Снежной Королевы? А Снежную Королеву ты когда-нибудь видел? Скажи, пожалуйста, не видел ли ты когда-нибудь вместе с королевой маленького мальчика? Неужели это был Кей? Да, это был Кей. Так называла его королева. Он был совсем белый от холода. Девочка, отпусти меня. Белый от холода. Надо растереть его рукавицы и дать ему горячего чая с малиной. Ах, я избила бы его, глупый мальчишка. Может, он теперь превратился в кусок льда? Девочка, отпусти меня, дорогая. Отпусти. Отпусти. Хватит. Наговорились. Пора спать. Успей смотреть на меня так жалобно. А то я застрюю тебя. Спать. Уже темно. Наши поехали на охоту. Спать. Отпусти. Солчи ты! Я привяжу тебя с тройным секретным разбойничьим узлом. Веревка длинная, она не помешает тебе спать. Симая крошка, а то я заголю тебя. Слышишь? Спокой, леночень. Девочка. Девочка, убежи. Я привязана. Это мне моими копытами не развязать узла. А у тебя есть пальцы. Хорошо. Я попробую. Я не знаю, что ты. Кто вы? Это вы? Я переодевался до неузнаваемости и следил за советником. Прямо из дворца советник отправился к разбойникам. Но я обогнал его. Мой свирепый вид так понравился Адамадше, что я был принят в шайку сверх штаба. Советник, конечно, меня не узнал. А теперь бежим. Это еще кто такой? Это тот мой друг, который знает так много сказок. Он пришел сюда, чтобы спасти меня. Так ты хотела... Убежать от меня? Я оставила бы тебе записку. Я должна разыскать Кея. Без меня он погибнет. Да ты хоть поцелуй меня на прощанье. Забирай. Нет. Рукавички и муфты я тебе не отдам. Очень же они мне понравились. Идем. Садись сверху. Садись сверху. Уезжай. Спасибо, девочка. Спасибо. А ты меня за что благодаришь? Ты останешься здесь. Будешь развлекать меня? Рассказывать сказки, пока она не вернется. Ну, позвольте. Скачи. Скачи, олень, пока я не передумала. Вперед! Герда! Убивание! Ну ты... Чего ты стоишь, как пень? Давай рассказывай сказку, да посмешней. Если ты меня не рассмешишь, застрелю. Ну, начинай. Раз, два, три. Но как же много лет назад жил да был снежный болван? Он стоял во дворе, как раз против кухонного окна. Когда в плите вспыхивал огонь, снежный болван вздрагивал от волнения. И вот однажды он сказал... Бедная Герда, бедная девочка. Там кругом снега, льды, ветер ревет и ревет. Жутко, холодно. Ведь Герда такая маленькая. Она совсем одна среди снегов, метели, ледяных гор. Ну, не надо плакать. Нет, не надо. Может, она все-таки победит. Сотни миль прошла она. Ей помогали и люди, и звери, и птицы. Она маленькая, но она сильная. Непобедимая сила в ее горячем сердце. Кейв! Кейв! Подойди ко мне. Я хочу задержать приближение весны. Мне нужно слетать в теплые края. Тебе не будет скучно без меня, Кейв? Нет. Мне не бывает ни скучно, ни весело. Это хорошо. Хорошо, когда нет никаких чувств. Ни любви, ни тревог, ни волнений. Покой и ясность. Займись же делом, которое я тебе поручила. Здесь начинается страна Снежной Королевы. Дальше я не смею идти. Большое тебе спасибо, милая олень. Беги домой. Беги домой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казочная новость Сказочная новость только что сообщил Северный Векер Герда нашла, где они идут домой Я верил, что они обернутся, поэтому я и не выписывал их из своей домовой книги Отец Герда Сказочная новость Сказочная новость Сказочная новость Колоссальная новость Колоссальная новость Ваше Величество Последнее сообщение придворной вороны Агерда спасла ке Смежная королева осталась носом Теперь я останусь без мороженого. Разумеется. Девочки, Герда возвращается! Она спасла Кея! Ура! Ребята, Кея возвращается! Он одолел снежную королеву! Он спас Герду! Ура! Кребли, Крабли, Бумс! Папа, ты знаешь, у Кея было ледяное сердце. Но я обняла его, плакала, плакала, его сердце вдруг растаяло. А потом мы пошли домой. Сначала потихоньку, а потом все быстрее, быстрее. Герда помогала мне идти. А потом Кей помогал мне. И, Кребли, Крабли, Бумс, вы пришли домой. Мы с вами, вы с нами, и все мы вместе. Что враги нам сделают, пока сердца наши горячи? Да ничего! Пусть только появятся, и мы скажем им, Эй, вы! Сипснапснурре! Бурре! Василюре! Извините, что подбеспокою вас. Пожалуйста. Пожалуйста. Бурре! Пожалуйста. Пожалуйста. КОНЕЦ КОНЕЦ